МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ В ТЫЛУ ВРАГА Для организованного отпора врагу на базе действующих в партизанской зоне отрядов была создана первая белорусская партизанская бригада, возглавил которую Минай Шмырёв. С этого момента в бригаду уже входят несколько партизанских отрядов под командованием Дика, Курмелёва, Райцева и Бирюлина, и уже действительно разворачивается полномасштабная борьба с оккупантами на территории треугольника Сурош-городок Витебск. Отряд Шмырёва, а позже первая белорусская партизанская бригада будут удерживать эти ворота с февраля по сентябрь 1942 года. Численность отряда позже бригады колебалась от 300 человек до 2000. Слава об этой неустрашимой бригаде в годы войны разошлась по всей Белоруссии. Батька Минай, так называли в годы Великой Отечественной, Минай Филипповича Шмырёва. На долю легендарного партизанского командира выпало немало страшных испытаний и великих событий. В октябре 1941 года немецкие власти захватили детей Шмырёва с его сестрой Анной и было предложено сдаться в плен к Патьке Минайю в обмен на жизнь детей. Но именно в этот сложный момент Шмырёву передают записку от его старшей дочери Лизы, в которой она писала «Папа, никого не слушай, к немцам не иди, если тебя выт, мы беседы, за тебя неотомстим, если убьют нас, ты нас отомстишь». Шмырёв принимает очень сложное для себя решение. Он не сдается врагу. И 14 февраля 1942 года дети были расстреляны вместе с сестрой Минай Филипповича Анной. Суровые годы Великой Отечественной войны открыли целую плеяду по-настоящему ярких, сильных личностей, которые, как это не раз бывало в истории, возглавили общенародную борьбу с фашистскими захватчиками. После закрытия Сурожских ворот в вентябре 1942 года Шмырёва вызывают в Москву, в центральный штаб партизанского движения. Там он занимает пост консультанта ведения партизанской войны. На Витебщине его место уже занимает Захаров Яков Захарович. Теперь он становится командиром первой белорусской. 15 августа 1944 года Шмырёва было присвоено звание Героя Советского Союза. Во многом благодаря патриотизму, храбрости и мужеству партизан-подпольщиков, тех, кого мы называем Герои партизанского края, враг был повержен. Их подвиг во имя победы, во имя будущей жизни останется в памяти поколений навечно. Редактор субтитров А.Семкин